А сейчас об этих и других темах подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа. В документе речь идет не только о персональном составе комиссии, а она на две трети состоит из общественности, известных, авторитетных в беларусском обществе людей, но также определены условия и порядок рассмотрения обращений граждан Беларуси, находящихся за рубежом. В состав комиссии в том числе вошли люди, которые оказались среди пострадавших в результате совершенных правонарушений. Еще одной темой доклада стало расследование уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Напомним, уголовный процесс был начат Генпрокуратурой в апреле 2021 года. Один из важнейших вопросов, я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами о рассмотрении обращений, находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и состав и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат госслужащих, для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми. И надо смотреть не только беглых, но кто-то из-под плинтуса вылезет, они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Ну вы в комиссию уже разберетесь. По составу комиссии правильно сделали, что предлагаете туда. Людей, которые в 2020 году кто-то потерпел и так далее. Тогда общество будет понимать, что решение принимаем не Лукашенко, там шведы и прочие люди, облеченные властью. Естественно, что мы это должны организовать и главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходили, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения совершались. Это первое. Указ подписан. Я прошу только сегодня, чтобы вы детальнейшим образом людям разъяснили, в чем суть еще раз. Но уже по факту. Второе, что надо подчеркнуть. Я вот так наблюдал за СМИ последнюю неделю. Там шум поднялся. Особенно в штабах. Тихушки, лохушки эти в Литве, Польше взбесились. Я хочу, чтобы вы еще раз, хочу вам сказать, и люди, чтобы понимали, сейчас они на безденежье сидят. Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана и даже уже не уровня 20-го года. Свержение, убийство там президента, должностных лиц. И ты там не в последних строжках. Это не для того, чтобы тебя напугать, ты сам это знаешь. То есть все, кто поперек горла встал, всех убрать. За это будет финансировать Запад. Второе, что им задают вопросы. Кто вы такие, лохушки-тихушки? Кто за вами стоит? Ну вот они кричат, что там миллион с Беларуси. Сбежали вот они в Польше и Литве, и Украине. Как гиены стоят по периметру, щелкают зубами. Никаких там миллионов нет. Кто-то называет две тысячи, кто-то четырех тысяч, неважно сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить. Плод до серьезных тарактов. И если Запад видит, что за ними кто-то стоит, ну хоть небольшая группа людей, столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей, а не дай бог большинство, уедет в Беларусь вот обратиться в эту комиссию. Тогда и денег нет. Потому что за ними никто не стоит, за этими офисами. Сейчас им выделяют скудные деньги, и все эти деньги не доходят до этих не то двух, не то четырех тысяч человек. А не дай бог миллион, как они говорят. Это все оседает у этих начальников в штабах. Они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И вот они там сидят, ну что им остается делать? Им предлагают, украинцы предлагают, военные приезжают. Давайте на фронт воевать против России. Все они кричали, полк Калиновского и прочее. Там порядка ста человек. В этом так называемом полку. Вот они бегают там, некоторые великие полковники и подполковники, кричат, что мы создаем народно-освободительную армию. Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом Артемовском. И погибает немало людей. Еще раз повторяю. Кушать хочется, но есть и озверевшие. Те, которые готовы бороться там, против России, и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Это их выбор. Я это к чему говорю? Мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна. Вот мы тут, Лукашенко, Хоша, их сюда затягнуть и посадить. Вот прочитают указы, будут видеть, как будет работать комиссия. Мы никого не собираемся априоры сажать. Но если заслужил эту посадку, так он, наверное, в эту комиссию не пойдет. Пойдет, рассмотрим. Все будет по закону. Но главное, не тащить их сюда силой. Вы правильно предложили заявление в комиссию. Хотите, по интернету передавайте. Хотите, в конверте просылайте. Мы рассмотрим любое ваше заявление. Но силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, или вообще, чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся. Это наша воля, добрая воля. Мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь. Будем рассматривать ваше заявление. Не хотите, сидите там. Хотите, воюйте. Хотите, метите улицу. Мойте посуду. Ну, кто более подготовлен, будут патроны подавать в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане. Вот это главное в работе комиссии. Ну, держите меня в курсе дела. Если нужно подключиться по какому-то вопросу, подключайте. Тем более, что некоторые могут пойти через помилование там и так далее. Президента, если будут предусмотрены ваши варианты. Ну, вот этот комплекс вопросов, который сейчас надо закрутить совместно с большой работой по геноциду. Надо будет и прокуратуру сверху донизу. Придется, конечно, нагрузиться и загрузиться вот этими вопросами рассмотрения. Жалобы, заявлений наших беглых и здесь совершивших правонарушения. Этот вопрос как-то надо снимать в обществе. Нужна развязка. Точнее, спасибо за поддержку тех предложений, которые заложены в проект указа. Это действительно была работа всех государственных органов. Подходы были в основном определены, как вы и обозначили, с тем, чтобы здесь сюда никого не тянуть. А люди понимали, что действительно имеют, в том числе, и гарантии. Спасибо.